Шаббат шалом, друзья! Сегодня война, сегодня битва у Господа. И эта битва принадлежит Господу. Вчера молились с семьей, и дух просто получил какой-то заряд, время молитвы. И я его сейчас должен высвободить, потому что иначе разорвет изнутри, уже как огонь в костях. Вот в этой обстановке это слово пророческое к людям, которые слышат меня, к которым Господь направляет это послание, которые будете смотреть его через интернет. Может быть специально, может быть случайно. Так вот, я чувствую, что сейчас, когда сгущается эта обстановка в мире, нервозная, страшная, когда много верующих людей, они не знают, как поступить, как быть. Сейчас все будут запрещать, сейчас будут ущемлять права. Все становится как-то сложнее и сложнее. Так вот, я хочу высвободить пророческое слово в вашу жизнь, мой дорогой брат и сестра, сын и дочь Божьи, что это время, лучшее время в твоей жизни. Эти обстоятельства, которые сегодня вокруг как бы сужаются, пытаясь тебя согнуть, сломать, поглотить, уничтожить. Как Давид молился, цепи смерти и ада опутали меня. Я провозглашаю пророческое Божье слово, что это будут лучшие дни в твоей жизни, когда ты будешь возрастать в познании Бога, когда ты будешь возрастать и крепнуть в своей вере и уповании на Бога, как никогда раньше в благоприятное время. Ты познаешь Бога так глубоко, как никогда бы не познал Его, не будь этих обстоятельств. И потом ты будешь воздавать Богу великую славу за то, что Он допустил тебе жить в это время, жить в мире. Вот сейчас в этой обстановке пандемии, истерии, страха, когда мир издыхает от страха, а ты будешь радоваться и благоденствовать по слову Господа. Я увидел, что мир, 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 он или оказывает на нас влияние, или мы оказываем влияние на мир. Нету компромисса, нету какой-то золотой середины, где мы можем, знаете, ни туда, ни сюда. Или мир поглощает нас и заставляет нас бояться, подчиняться, порабощаться вот этой обстановке, этому духу. Я не имею в виду какие-то законы, я имею в виду дух, который царит сегодня в обществе. Безысходности, безнадежности, страха, уныния, недоумения. Или же вы начнете оказывать влияние на мир, как? Не поддаваясь ему. Кто побеждает мир? Тот, кто верует, что Ишуа – Сын Божий. И если ты останешься в вере, то увидишь такие в своей жизни чудеса, такой подъем, такой драйв, такой буст, который начнет происходить в твоей внутренней жизни и выльется по-любому на физическую, что ты никогда бы этого не смог даже иметь части в благоприятной, тихой такой спокойной обстановке. И те, кто идут против общего вот этого настроения, против духа, который сегодня царит в мире, они изменяют мир. Вы понимаете, мир не может изменить нас, если мы не позволим ему это сделать. А мы можем менять мир, и миру нечем крыть. Потому что в нас превосходный дух, превосходного Бога. И инициатива, власть инициативы всегда у церкви, потому что то, что дано нам выше власти, политической, военной или финансовой. Запомните это. То, чем наделены вы внутри, то, что вы вносите внутри и не осознаете, имеет потенциал инициативы, влияния и власти больше, чем любые политики, чем любые военные силы, чем любая экономическая система. И это влияние превосходного духа начинает менять мир через тех, кто не поддается и не дает себя поглотить этой атмосферой, но начинает стоять и смотреть в лицо врагу, улыбаться, как Давид, и говорить, ты идешь против меня со своим мечом, со своими какими-то законами, со своими какими-то порядками, со своими страхами, а я иду против тебя во имя Бога моего. И сегодня я уничтожу тебя. Я отдам трупы войска твоего на съедение птицам небесным. Это то, что говорил Давид. И вы видели результат. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Я пророчествую, что это время в вашей жизни, несмотря на все скорби, дискомфорт, неудобства, несмотря на все давление, которое каждый день вы получаете, оно становится лучшим временем в углубление, в познание Бога, в посвящение Ему, чтобы стать крепче в вере, как никогда, чтобы опуститься на те глубины, куда бы вы никогда не пошли при хороших, благоприятных обстоятельствах. И вы измените этот мир. Не мир изменит тебя, но ты окажешь на него влияние так, что следующие поколения после тебя пойдут по протоптанной, проложенной тобой дороге во имя Ишуа Амашьяха. Аминь.